МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никто не знает точно, когда именно появился этот город. Но известно, что первые поселения здесь возникли еще во времена Римской империи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот город расположен у подножья горы Пилат. Эта гора названа в честь прокуратора иудеи Понтия Пилата. Говорят, что его тело до сих пор покоится на дне этого озера. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А еще этот город обожали русские поэты и писатели. И один из них, Лев Толстой, написал рассказ, посвященный этому городу, который, как и назвал, Люцерн. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, вы уже догадались, что мы в Швейцарии, в городе Люцерне. Здравствуйте! Это программа Планета собак. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Планета собак – это необыкновенное путешествие по собачьему миру. В дождь, в снег, в жару. Сколько на планете пород? Столько же стран, городов, областей, островов. В нашей программе мы рассказываем о собаках и собачьей географии. В Англии мы вам обязательно расскажем о староанглийских. В Германии – о немецких. В Австралии – об австралийских овчарках. Но сегодня мы в Швейцарии. И рассказ наш будет о швейцарских овчарках Энтли Бухерах. Говорят, что на этой площади, где со стен домов на нас смотрят не лица, а маски, когда-то казнили еретиков и преступников. И эти маски, смотрящие на нас со всех сторон, как напоминание о тех временах, когда ужас был таким же непременным атрибутом праздника, как и безудержное веселье. А сегодня Люцерн, несомненно, один из самых беззаботных и легкомысленных городов Швейцарии. Несомненно, оправдывающий свое название – светящийся. А о лебедях Люцернского озера вообще ходят легенды, как о самых упитанных лебедях в мире. Что ж, я имел возможность в этом убедиться и даже внес свой вклад, подкормив этих ненасытных созданий несколькими свежайшими швейцарскими булочками. Судя по слухам, которыми полнится интернет, Лев Николаевич Толстой пришел в Люцерн пешком, что, конечно же, вымысел, и поселился в самом дорогом отеле – Швейцерхов. Здесь он и написал свой замечательный рассказ «Люцерн», в котором расправился не только с этим городком, но и со всем миром, в котором существуют дорогие отели и бедные хижины. Пощадил Лев Николаевич только озеро, небо и горы, окружающие Люцерн со всех сторон. Сегодня мы встретимся с самыми маленькими швейцарскими овчарками. Гуртентак! Здравствуйте! Ой, привет! Привет! Ой, да! И не только встретимся, но и попробуем заняться дрессировкой этих самых маленьких овчарок. Перспективным и простым способом дрессировки я бы назвал для этих собак вкусопоощрительный метод. И в конце концов придем к абсолютному пониманию друг друга. Я правильно перевел? Правильно! Владельцы Энтли Бухеров назначили мне встречу у потрясающего сооружения. Это один из самых старых мостов в Европе. Ну, об этом мы еще поговорим. А пока вот они, собственные персоны Энтли Бухеры. Прошу любить и жаловать. Хеллоу! 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 Я им Гриша. Я прилетел с планеты собак. Здравствуйте! Хеллоу! Хеллоу! Алик? Хеллоу! Здравствуй! Здравствуй, мы хорошие! Ой, ой, ну я с тобой тоже поздороваюсь. Хеллоу! 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 Здравствуй! Ну вот и познакомились. Вы знаете, я очень рад. Во-первых, вы посмотрите, эти люди одеты в национальные костюмы. Это говорит о том, что эти собаки, этой породы Энтли Бухеры, не просто собаки для этих людей, а это часть культуры и истории Швейцарии. И мы с вами сегодня окунемся как раз именно в эту культуру и историю. Может, она нас оближет и полюбит. Вот интересное, такое ощущение, что это какие-то гончие или какие-то, может быть, охотничьи собаки, ничего подобного. Это настоящие овчарки. И тому есть очень много доказательств. Не успел я на секундочку отлучиться, как моих новых знакомых окружила толпа туристов. Они буквально набросились на них, как хищные птицы. И меня поразило, с каким доброжелательным смирением отнеслись владельцы Энтли Бухеров к этим праздным и достаточно бестактным любителям случайных фотографий. Вы знаете, во многих городах мира мне приходилось видеть артистов, которые переодеваются в костюмы каких-то исторических персонажей и тем самым завлекают туристов. Вот здесь ситуация строго противоположная. Эти люди абсолютно не ставили перед собой цель как-либо привлечь заезжих гостей. Но все, кто проходили мимо, мы здесь стоим буквально несколько минут, просят сфотографироваться рядом с этими собаками, гладят их. И интерес к этим друзьям человек, и не побоюсь этого избитого словосочетания, огромный. Фотосессия закончена, и мы можем спокойно прогуляться вместе с этими собаками и их хозяевами по Люцерной. Пойдемте, покажите мне свой город. Часовенный мост Капельбрюкке. 1336 года постройки когда-то входил в укрепительные сооружения для защиты города от нападений. Но нападений никогда не было. Представляете, этот деревянный мост простоял совершенно нетронутым до конца 20 века. Но в 1993 году случился пожар. Отброшенной непотушенной сигареты часть моста сгорела. Деньги на восстановление моста собирали всей Швейцарии. И все равно, когда вступаешь под своды этого моста, что-то смещается во времени и пространстве. И ты начинаешь себя чувствовать средневековым рыцарем, закованным в тяжелые латы. Вот когда-то здесь прогуливались именно такие патрули, которые охраняли все важные сооружения в этом городе. И как вы думаете, кто помогал стражникам Люцерну? Ну, угадали. Это были энклебухеры. Открою вам, друзья, страшную тайну. По этому мосту нельзя прогуливаться с собаками. Но для нас сделали исключение. Будем надеяться, что собаки не оставят на деревянном покрытии беззаконную лужицу или что-нибудь более серьезное. Наши друзья сейчас хотели нам показать своих собак достаточно необычным образом, поставив их на узкие перила. Но вот мне, если честно, вот такая постановка вопроса интересна прежде всего тем, что это собаки с очень крепкой нервной системой. Посмотрите, пожалуйста, там вода, там обрыв. А собаки не боятся, стоят. Они целиком и полностью доверяют своим хозяевам. Это прежде всего говорит о привязанности этих собак к человеку и о крепкой нервной системе. Есть расхожее мнение о мещанской Швейцарии и о швейцарцах, которым ничего не интересно в этой жизни, кроме своего уютного маленького мерка и уютного камелька. Спешу опровергнуть это мнение. Все граждане швейцарской конфедерации, которых мы встречали на своем пути, оказывались на редкость неравнодушными и удивительно радушными людьми. Друзья мои, я сейчас узнал одну очень интересную вещь. Я-то думал, что наши друзья просто решили нас встретить и в компании своих собак прогулять нас по этому замечательному городу. Но здесь есть еще один момент. Сейчас проходят занятия по социализации этих собак. Все дело в том, что обязательно раз в неделю эти люди встречаются в центре города и стараются выгуливать своих собак на людных площадях, улицах, чтобы они относились абсолютно нормально к людям, к транспорту и вообще к различным ситуациям, которые могут произойти в этом городе. Я считаю, что это прекрасно. Ничего страшного, сейчас. Я понимаю. Посмотрите, что сейчас произошло. Собака залаяла. Поскольку она естественно возбуждена, она находится в новой для себя ситуации. Хозяин чуть-чуть подвернул поводочек, дал лакомство и, так скажем, купировал эту нежелательную ситуацию. Каждый раз, встречаясь с новыми собаками, я стараюсь отработать с ними несколько элементов общего курса дрессировки. И это совсем не праздное развлечение. Работа с собаками помогает мне лучше понять их и наладить контакт. Так, ну что, начнем урок. Зитц. Зитц. Майкл, зитц. 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 Вот молочиночка. Энклибухеры очень любят покушать. Но, кстати говоря, при этом они редко бывают толстыми. Поэтому самым перспективным и простым способом дрессировки я бы назвал для этих собак вкусопоощрительный метод. Не спеша прогуливаться с Энклибухерами по этому старинному городу ни с чем не сравнимое удовольствие. Думаю, что и Лев Толстой отнесся бы к люцерну с большей симпатией, если бы смог пройтись по этим улочкам с Энклибухерами. Кстати, впервые люцерн упоминается в документах в 840 году под названием «Люцерия». В 1242 году появляется название «Люцерум», а потом уже в 14 веке возникает современное название «Люцерна», так напоминающее название растения люцерны. Поэтому еще до того, как я оказался в этом городке, мне все время мерещилось пространство, утопающее в цветах. В этом городке любил отдыхать Марк Шагал и Сергей Прокофьев, Рихард Вагнер и Чарли Чаплин, и даже королева Виктория. По-видимому, есть в этом городке, расположенном у Люцернского озера, что-то умиротворяющее, позволяющее забыть о суетной и бессмысленной жизни. Да и сегодня Люцерн – излюбленное место отдыха премьер-министров, крупных и мелких бизнесменов, а также звезд всевозможной величины. Здесь, у горы Пилат, мы вынуждены проститься с Люцерном, но мы не прощаемся с энклебухерами, поскольку мы с господином Патриком Портманом отправляемся в долину Энклебух, на родину этих замечательных собак. И мы встретимся с удивительными людьми, со старейшими заводчиками энклебухеров в Швейцарии. Запомните, друзья, если вам захочется совершить незабываемое автомобильное путешествие, непременно отправляйтесь в Швейцарию. Более живописных дорог я в своей жизни не встречал. И в этом я в который раз убедился в долине Энклебух, которая давно уже объявлена природным заповедником ЮНЕСКО. А мы держим путь в маленький городок Хайликроиц, где нас ждут старейшие заводчики энклебухеров в Швейцарии. А вот, кстати, и они. Как интересно. Я слышал, что Энклебухеров по одному не заводят. Здравствуйте! Ой, привет! Привет! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Вы же свалите свою хозяйку! Привет! Здравствуй! Ой! Ой! Эй, хера! Ой! Гуден так! Ой, ты... Здравствуй! 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 Да! Я привык, когда говорю слово овчарка, вкладывать в это понятие, что эти собаки всегда держатся рядом с людьми Со своими хозяевами, с людьми, которых они привыкли как-то защищать или включать в свою стаю Здесь совершенно, я так понимаю, другие механизмы работают Ну что ж, будем знакомиться, будем узнавать этих замечательных, интересных энтлебухеров Говорят, энтлебухеры целиком посвящают себя семье и берут на себя роль охранников При этом энтлебухеры обладают очень благожелательным характером Им очень нравится общество, им доставляет огромное удовольствие участвовать во всех делах И буквально быть в каждой бочке затычкой Правда, только в той бочке, куда им позволяют залезать хозяева Здравствуйте, мои хорошие Вообще, энтлебухеры – это безумные, интересные собаки Во-первых, это самые маленькие швейцарские пастушьи собаки Между прочим, они настолько необычны, все швейцарские пастушьи собаки Что Международная кинологическая федерация, ФЦИ, выделила их в отдельную группу Которая так и называется «Группа швейцарских пастушьих собак» Надо сказать, что это только сейчас энтлебухеры такие открытые и общительные В 20 веке для Швейцарии наступил период тихой и благополучной жизни Охранные собаки здесь стали не нужны Как следствие, характер у местных овчарок стал значительно мягче А вот раньше эти псы отличались буйным нравом и были не прочь кого-нибудь укусить Хорошо, что такие привычки энтлебухеры оставили в прошлом Все швейцарские овчарки прекрасно дрессируются Эти собаки нуждаются в хозяине, который охотно бы занимался с ними При таком отношении энтлебухеры вырастают умными, здоровыми и сообразительными собаками Вы такие красивые собаки Я, конечно же, должен рассказать о вашей истории Когда именно энтлебухеры появились в долине Энтлебух, наверное, не знает никто Но официальное признание эта порода получила в 1913 году Доктор Коблер, большой энтузиаст вообще всех швейцарских овчарок Написал первый стандарт И в 1927 году эта порода получила международное признание Именно с тех пор начинается чистокровное разведение энтлебухеров Друзья мои, мне бы хотелось обратить внимание на вот какую деталь Если вы посмотрите, то у Патрика здесь изображен цветок Эдельвейса Посмотрите внимательно на ошейники собак Вот здесь тоже изображен цветок Эдельвейса, да Здесь есть еще и корова И вообще, говорят, что в средневековье владельцы энтлебухеров не скупились на такие украшения Заклепки делались из чистого золота и серебра Вупи! Ха-ха-ха! Молодчиночка! Хоп! Зыть! Хорошо, молодец! Хорошо! Лац! Молодчиночка! Умничка! А теперь стоять! Нет-нет, стоять! Стоять! Молодец! Хорошо! Сидеть! Зыть! Вот так! Молодчина по-русски еще пока не очень понимает Больше раны!